Есть такая тема, актуальна сейчас очень, это тема одиночества. Есть большое количество молодых людей, девушек, в возрасте уже 30-35 лет, которые не могут найти вторую половину. Что психофилософия об этом говорит? Психофилософия очень жесткий по этому поводу подход. И один из принципов психофилософии говорит о том, что если вы не старый человек и не больной, то одиночество это ваша не беда, а вина. Одиночество это вина человека. Одинокими становятся люди, которые не хотят с этим бороться. В книжках по психофилософии, в последней книжке практической психофилософии, есть там три шага выхода из одиночества. Одиночество это история, с которой можно бороться. Невозможно найти вторую половину. Это невозможно, потому что любовь это не то, что ты находишь, а то, что тебя находит. Либо она тебя находит, либо она тебя не находит. Найти любовь нельзя, а любовь должна тебя найти сама. Но перестать быть одиноким, найти себе близких людей, с которыми ты захочешь общаться, с которыми ты хочешь делиться, под силу любому человеку. Ко мне приходит девушка, которая говорит, я целыми днями сижу у окна, смотрю на людей, грущу, как я одинок. Я говорю, вы тебя не пробовали бы туда, вот за окном, попробуйте, может что-нибудь получится. Одинокий человек равно как стеснительность, это высшее проявление высокомерия, так же одиночество, это история про людей, которые не хотят быть, они хотят быть одинокими, очень хорошо. Они хотят быть одинокими и страдать по этому поводу. Вообще желание страдать очень присуще русским людям, потому что у нас есть православие и у нас есть Достоевский, и огромное количество людей считает, что понять жизнь без страданий невозможно, что в общем правда. Но только страдания, они сами по себе придут, они совершенно не нуждаются в том, чтобы их звать. А люди считают, что нуждаются, они начинают страдать там, где можно не страдать, очень часто и очень легко. Это их дело, это их выбор. Одиночество – это выбор, одиночество – это не данность, а это выбор. Человек выбирает одиночество, он сам отвечает за то, что он совершил такой выбор. Что делать, чтобы… Идти в места скопления людей. Но самое главное, первое, надо понять, ты хочешь бороться с одиночеством или нет? Еще раз повторяю, что все двигается желанием. Ты на самом деле одиночество до такой степени тебя, говоря простым языком, достало или нет? Если нет, то живи так. Есть множество людей, которые так живут нормально. Пойми сам, тебе хочется бороться своим одиночеством или нет? Вторая вещь, которую человек должен понять – он готов поменять одиночество в пустыне на одиночество в толпе. Потому что, когда человек выходит… Что такое одинокий человек? Он сидит дома, он один. Это одиночество в пустыне. Дальше он идет в клуб. Он же не попадает в компанию, одиночество продолжается, но это одиночество в толпе. Вот он должен понимать, что он меняет одиночество в пустыне на одиночество в толпе. Он не меняет одиночество в пустыне на компанию. Если он готов это сделать, если он готов к этому, то он должен идти в толпу и искать людей. Дальше есть, у меня во многих книжках написано, как начинать разговор, как и так далее. Там это все, дальше начинается, если мы говорим про то, что 80% населения живет в городах, и в деревнях молодые люди не говорят про одиночество. Потому что в деревнях как-то я не слышал, чтобы деревенский человек говорил, что я очень одинок. Это проблема городов. В городах есть места скопления таких же, как ты, одиноких людей, иди к ним. Это не значит, что ты пришел и перестал быть одиноким. Но это значит, что ты раз попробовал, два попробовал, дальше что-то произошло. От того, что ты будешь сидеть дома и страдать по поводу одиночества, ничего не произойдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова